1 октября в областной столице официально начался отопительный сезон. Правда, это вовсе не значит, что батареи станут горячими во всех квартирах Южно-Сахалинска в одночасье. Чтобы теплоноситель из магистральных трубопроводов попал непосредственно во внутридомовые сети, их нужно подготовить и открыть вентили. По данным, на 9 утра отапливались квартиры порядка 63% многоквартирных домов. Специалисты управляющих компаний продолжают подключение. Сейчас постоянно идем на каждую квартиру, каждый стояк, бросаем в воздух где-то около полчаса-час, чтобы стояки работали, функционировали. То есть пошло тепло в каждый стояк, в каждой квартире. По опыту прошлых лет, подключение потребителей к централизованной системе длится от 3 до 14 дней. В этом процессе самая главная – координация. Поэтому в мэрии Южно-Сахалинска создан оперативный штаб, который собирает информацию по всем объектам. Список адресов с указанием причин, по которым теплоноситель не поступил во внутридомовые сети, корректируется дважды в сутки. Вопрос на контроле мэра Сергея Нацадина. Подключены социальные объекты, детские сады, школы на сегодняшний момент. Сейчас мы проводили оперативный штаб. Значит, есть локальные проблемы, которые незамедлительно устраняются специалистами СКК и соответственно обслуживающих компаний. Работа департамента городского хозяйства, на это мы обратили внимание сейчас на штабе, заключается в том, чтобы эту работу провести незамедлительно и быстро. И от департамента нужна четкая координация этих действий. Департамент городского хозяйства координирует бригады быстрого реагирования. Работают три подрядные организации и шесть круглосуточных аварийных групп от СКК. Возросшее давление в системе может приводить к локальным порывам. Их устраняют в кратчайшие сроки. Также 1 октября должны заработать котельные в планировочных районах и селах городского округа. Обо всех неполадках и отсутствии отопления специалисты просят сообщать по номерам диспетчерских служб. Они сейчас на ваших экранах.